Добрый вечер. Сегодня в Беларуси началось дотерминовое голосование по выборам президента страны. На Гомельщине оно проводится на 1027 участках. Контролировать ход выборов у регионе будут амаль 5 тысяч назиральников. Зранецы на одном из участков побывал Олег Синтеров. 56-й выборчий участок находится у фойе клуба акционерного товариства «Гомельбуд Материалы». Члены выборчей комиссии и назиральники начали приходить недель за полгода до начала дотерминового голосования. Еще раз 15 минут старшиня комиссии Виктор Лагун проводить опошенный инструктаж. У Вогули свои обовязки, докладные веды окожные. До проведения выборов тут рыхтовались и навык приняли удел у деловых гульных с моделированием усих мягчимых ситуаций. У нас участковая комиссия и члены комиссии отдельные товарищи уже избираются не один раз. Поэтому фактически они уже участвовали и в выборах и президента Республики Беларусь, участвовали в парламентских выборах и депутатами местной советы. Но часть, конечно, есть, которые впервые принимают участие. И поэтому, когда проходил тренинг у нас в районе, они тоже принимали участие в этом тренинге. Обовязковая процедура, якая проводится у присутности надзиральников, опечатывание урны для голосования, демонстрация скрыния усим присутным, и она абсолютно пустая, и далее непосредственно сам процесс пломбирования. Теперь я ее ускрыюсь только после завершения выборов одиннадцатого кастричника. До речи селита на Огомщине у першинёв выкарствует больше 600 прозристых урнов. Их опечатывание отбудется у день основного голосования. Опокуль самым першим выборщиком, який пришёл на 56-й участок, стала Инна Абехтикова. У неё деле укажет, прийти на участок не сможет, а принять удел о выборах необходимо обовязково. Пришла досрочно проголосовать, потому что надо было исполнить свой гражданский долг, во-первых. А во-вторых, потому что я в воскресенье работаю, я не смогу попасть на участок для голосования. Я решила сегодня более свободно прийти проголосовать. Я планирую пойти поступать на психолога в Гомельский университет имени Скорыны. В дальнейшем планирую открыть своё частное дело. Головная задача для членов комиссии – провести выборы у строгой ответственности за деючим национальным законодавством. Что-то, мне меньше, не выключает творчика по доходу до справы. Уречься, когда на участку можно не только проголосовать, а ли ещё и убачить нечто интересное, это только на корысть. До выборчика процессу на шматых участках подошли не только за всю отказанность, а ли и творчая. На 56-м, например, организовали выставу работ специалистов акционерного товариства «Гомельбудматериалы» и «Прыгожа», и одразу некий святочный настройств в раю. Ся рот селитних новоувядзеннив, выкрасцание специальных книг со шрихтом Брайля, с необходной информацией и специальных трафаретов – это для людей с вельми слабым зроком, для всех остальных – утки выборщика. Правда, большинство из гомельчан ознайомился с программами кандидатов, ясчай напередодни. Максимусе для этого было шмат, а тому выбрать своего претендента – проблемы нема. Телевидение, газеты, и была полностью у нас, у меня частный дом, листовочки бросали, мы читали, и полностью где-то на остановочках у нас везде все было, как положено, мы читали. На всех ознакамливалось и выбирали достойных. Я надеюсь, что мой голос выберет достойного. Олег Синчаров, Валерия Гопанькова, телерадокомпания «Гомель». Напереды дни с навученцами Гомеля, которые в первую очередь примут эту делу в выборах президента Республики Беларусь, встретилась информационная группа гомельского Гарвы-Канкама, начали со старшиней Пятром Кириченко. Мероприемство прошло в Гомельском Державном Дорожно-Будовничком колледже в форме открытого диалога. Молодым людям рассказали об достигненных и перспективах развития города. Обмерковывалась роль каждого выборщика в агульном створении будущего. Молодь закликали прийти 11-го кастричника на участки для голосования и сделать свой выбор. Каля 10-ти вопросов до Петра Кириченко поступило и от навученцев. Большинство из них тучилась о работе у Латкования и будовничества в городе новых громадских установ. На каждое вопросов был компетентный отказ. Я, во-первых, хочу донести до них и успехи, и проблемы наши городские, ну и, конечно, тоже их послушать. Ну и главное, может быть, все-таки пожелать им, попросить их, чтобы они исполнили свой конституционный долг. Я планирую идти на выборы, это будут первые выборы мои. А участвовать молодежь должна, потому что все-таки мы живем в этой стране, и нас должно волновать, что будет с нами дальше. И, ну, если не мы, то кто будет за нас решать? Так что, я считаю, что нужно. Республиканские науково-практичные центры радиоцинной медицины и экологии человека – флагмана и чинной медицинной науки. Починаючи с вероясня, во установе почал дейничать новый магнитно-резонансный томограф. Апарат, який дозволяя выявить навод незначные изменения в организме человека. И таким чином попередить тяжкие захворвания. Подребязности у материаля Дмитрия Котова. Информация о обстании организма пациента заявляется на этой мониторе. После чего все даденые передаются на станцию, где и вызнашается диагноз. В среднем такая процедура займает до 30 хвилин. Апарат нового поколения, який сошел с конвейера только в этом году, благодаря техническим параметрам, способен проводить самую докладную диагностику. Он имеет большие преимущества перед оборудованием, которое раньше выпускалось. Позволяет хорошо диагностировать, выполнять точную диагностику, благодаря возможности проводить тонкие срезы, благодаря возможности делать 2D и 3D реконструкцию, возможности обследовать сосуды, сосуды, мягкие ткани, головной мозг и так далее. Качество изображения, конечно, на нем гораздо выше, чем на томографах предыдущих поколений. За сутки диагностику проходит до 30 пациентов. Аппарат «Працуя» навод у Натши. Для пациентов медицинского центра процедура бесплатная. Остатние могут провести доследование на платной основе. Мы надеемся на то, что внедрение всех методик данного оборудования позволит нам выйти на более высокий качественный уровень, с большей уверенностью диагностировать ту или иную патологию, ну и привлекать, помимо того, что мы обслуживаем белорусских граждан, белорусских пациентов, привлекать иностранцев, потому что рейтинг белорусского здравоохранения с каждым годом растет все больше и больше. Могчимости высокопрофессийной диагностики у Республиканским центре радиоцинной медицины и экологии человека постоянно подшираются. Так, на початку 2015-го заявился новый компьютерный томограф. Высокая худкость доследования дозволяет доведаться об здоровье конкретного органа усяго за некольких хвилин. Например, за одну затрымку дыхания пациента можно оценить стан органов грудной клетки. При этом новая модель значительно снижает променевую нагрузку на организм человека, без страты якости доследования и заповоливания работы. У центра развивают усе на прамке деяности и освоивают самые передовые технологии. Мы развиваемся в плане гематологии. Сейчас ведем модернизацию блока химиотерапии, где будет оказываться помощь пациентам при высокодозовой химиотерапии. Надеемся на то, что внедрим стволовую клетку. То есть двигаемся согласно времени. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». До инших тем. Сегодня супрацовники областной державной инспекции отрымали новые сучасные приборы, призначенные для забеспечения безопасности дорожного руха и охоты громадского аппарата. Под час инструктажа, который проводится перед тем, как инспекторы должны заступить на службу, им были уручены персональные видеорегистраторы и планшеты. Дозор 77, або персональный кишинный видеорегистратор, усталевывается на форме супрацовнику ДАИ. И он записывая гуки, видео, что обовязково допоможе инспекторам при ведении администрационных процессов для выращения спрочных ситуаций и уфиксования правопорушений. Планшеты у свою чергу мешают великую базу дадзиных, что дозволит супрацовникам ДАИ одразу на месте высветлить особу порушальника, вызначить, кому належить автомобиль и оперативно отримать иншую необходимую информацию. Подобные инновационные обстановления на этом тыдне отримают супрацовники ДАИ у всех областей нашей краины. На Гомельщине его первыми выпробуют инспекторы областного центра, а затем эту систему плануется поступово укоронять и в районах. И об спорте. Она только так называется – легкая. А на самой справе атлетика – один из самых тяжких видов спорта. Таленты для королевы спорта шукают по всей краине. Перспективных детей выявляют в рамках спортивно-массового мероприемства с названием «300 талентов для королевы». Гэты широкомасштабный рух проходят у некольких этапов. На первом, левших у звычайных школах, вызначали наставники физкультуры. Коля 150-вушни у початковых классов приняли удел у областных споборництвах. И они проходили одразу у трех городах – Гомели, Жлобини и Мазыры. Поколь гэты дети – не спортсмены, а леволодують пыльными якостями, не обходными для легкоатлетов. Организаторы программы мкнутся зарабить так, каб ни один талент не застался незауваженным. Мероприятие проводится в первый раз. Хочется надеяться, что действительно вот эти дети, которые приходят на базы для прохождения тестирования, заинтересуются, им понравятся вот эти лехатлические упражнения. И они с удовольствием пойдут записываться в секции легкой атлетики. В программе отборочного этапа некальки споборництвов. Бег на 30 метров, чалночный, кидание мяча и 6-хвилинный забег. А добрали 50 левших, яких возьмуть на контроль специализованные спортивные школы. На третьем этапе выберут 20-25 самых мощных и перспективных, якие примут удел у колядных стартах у Минску. А потом макшимы и представить Беларусь на международных спортивных аренах. Завтра Гомельский ВРЗ проведет гульню пятого тура чемпионата Украины по мини-футболе. У гостей завитает столичная Ахова Динамо. У минулого тура календарь звел вагона будовников с еще одним представником нашего областного центра – Беларуской Чигункой. До этой гульни у актива каждой из дружин было по 6 очков. Номинальные гости футболисты ВРЗ за час своего выступления в высшейшей лизе ни разу не перемогали чигуночников. С первых минут футболисты БЧ стали гулять с первым номером. Вагона-будовники робили акцент на контратаке. На 12-й хвилине первого тайма это принесло плен. Господары сгуляли у обороны небездакорно. После яны кинулись отыгрываться, имели пару недранных моментов, однако забить не удалось. А вы сами отрымали гол на опошних секундах первой половы гульни. И снова чигунышники для своих ворот сгуляли нелепшим чином. В принципе, все то, что планировали в первом тайме, многое из этого выполнили. Но, к сожалению, реализация – это ужасает. Плюс то, что мы пропускаем, отсутствие борьбы в первом голе. Не то, что какая-то доля есть, а полное отсутствие. Но второй гол за 40 секунд до конца – это тоже. То ли не добегаем, то ли вратари у нас стоят, молчат, они стоят и молчат. Хотя об этом все время говоришь. Произвело к счету 2-0. У другим тайме уже данная деграция чигунышникам было не отмовить. Однако мяч у парты не ляте у вороты. На 11-й хвилине доброю махчимость мил Александр Вершинин, однако трапил у штангу. Про 4-й хвилину подобной ситуации он знов не смог забить. Помещу этими моментами здарылось тое, что минимизовало шанс БЧ отыграться. Один из ключовых гульцов Андрей Черниенко за грубую гульню отрымал другую желтую картку. И отправился доглядать матч с трибуны. А команда на 2-й хвилины засталась в меньшинстве. Выпустивши пятого полевого гульца, чигунышники насели на вороты ВРЗ. Але отрымали мяч у своей, пустые. Выник перемога ВРЗ 3-0. Чтобы обыграть такую команду, как БЧ, нужно выкладываться не на 100%, а на 150%. Даже больше. Команда очень хорошая. Где-то нам сегодня повезло. Обстучали наши штанги перекладины. Но оно где-то забирается, где-то дается. Ну и всем молодцы, выложились. Максим Савин, Александр Токара, Утелерадио, компания «Гомель». И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам добрых новинов и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова